Хотели ли бы увидеть мир через 10, 20, 30 лет? А что, если будущее можно увидеть уже сейчас? Транснациональные корпорации постоянно представляют собственные концепты развития мира. Все они отличаются друг от друга, но в одном сходятся, в технологиях, которые формируют будущее прямо сейчас. Приветствую вас на канале Мелта, меня зовут Александр, и сегодня я расскажу вам о интернете вещей. Интернет вещей – это концепция взаимодействия физических объектов, устройств, гаджетов и систем между собой и с окружающей средой с помощью технологий связи и различных стандартах соединения. То есть, это буквально интернет-сеть из вещей. Если говорить простыми словами, это когда микроволновка сигнализирует чайнику «Эй, я уже закончил разогревать этот пирожок, разогрей-ка воду!» И чайник отвечает «Ок!» и начинает работать. Первой интернет-вещей стал, что бы вы думали, тостер. В 1990 году разработчик Джон Ромке и сетевой инженер Саймон Хакет подключили его к интернету для того, чтобы жарить хлеб удаленно. Этот эксперимент, как ни странно, положил начало эре интернет-вещей. Само понятие интернет-вещей появилось в 1999 году с подачи Кевина Эштона, основателя исследовательской группы при Массачусетском технологическом институте. Концепция интернета-вещей тесно связана с системами, называемыми «умными». Умный дом, умный магазин, умный перекресток, умный холодильник, умная ферма. Уже через каких-то 10 лет в порядке вещей будет, что утром тебя разбудит умный будильник, и пока ты будешь принимать душ, умные колонки подберут музыку, соответствующую твоему настроению. А умная кафеварка уже начнет готовить капучино. Просто футуристический рай. А там и до восстания машин недалеко. Мне нужна ваша одежда, ботинки и мотоцикл. Интернет-вещей преимущественно основан на двух технологиях. Радиочастотной идентификации и беспроводных сенсорных сетях. Беспроводная сенсорная или датчиковая сеть – это распределенная самоорганизующаяся сеть множества датчиков и исполнительных устройств, объединенных между собой посредством радиоканала. AirFit – способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах или AirFit метках. Первые разработки в этой сфере, как водится, появились в Соединенных Штатах и Советском Союзе во время Второй мировой войны. Тогда была изобретена система радиолокационного опознавания «свой-чужой», а также подслушивающие устройства, которые стали предшественниками современной AirFit технологии. AirFit технологии активно используются в логистике, мониторинге транспорта, метро и в библиотечных системах. Рассмотрим принцип действия AirFit технологии на примере оборудования компании Melta. В данной технологии используется AirFit метка и AirFit считыватель. AirFit метка – это устройство, состоящее из чипа, который хранит информацию, и антенны, которая получает и передает ее. Каждая метка содержит уникальный номер и пользовательскую информацию. Данные могут перезаписываться много раз. Метки могут быть пассивными и активными. Активные метки имеют встроенную батарею, за счет которой они имеют больший радиус работы и более сложные компоненты в своем составе. AirFit считыватель или ридер – устройство, которое считывает и записывает информацию на метку. Оно подключается к учетной базе и работает в автономном режиме. Принцип AirFit схож с технологией штрих-кода, и даже зачастую они дополняют друг друга. Вот только широкому распространению технологии AirFit мешает высокая стоимость. AirFit идентификация может использоваться для различных задач. В сфере мониторинга транспорта AirFit метку прикрепляют на транспортное средство, а считыватели и передатчик размещают на контрольных точках пути, либо наоборот. Таким образом, информация о местонахождении транспорта будет передаваться в учетную систему через считыватели по мере прохождения контрольных точек. AirFit также может использоваться для ускорения обслуживания на автозаправках. Система считывает радиометку, привязанную к базе к заправочной карте, с лобового стекла автомобиля и идентифицирует водителя. Ему остается только приложить заправочную карту к считывателю и ввести пароль, номер колонки и другие необходимые данные. После этого информация поступает в транспортную компанию. Таким образом, можно контролировать, что водитель не заправляется на левых заправках, заливает нужную марку у бензина и так далее. Вместе со спутниковым терминалом AirFit технологии составляют основу системы мониторинга транспорта. Это всего лишь одна из многих технологий интернета вещей. Если вы хотите знать больше, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и спасибо за просмотр этого видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok